Вечер вторника возле железнодорожной станции Омельня появляется автомобиль Рено 19. Водитель явно не в адекватном состоянии и пытается ехать по перрону. Затем съезжает на пути, где был оборудован небольшой пешеходный переход. В итоге машина повисает днищем на рельсах. Предпринять какие-либо меры к эвакуации данного автомобиля и сигнализации машиниста, приближавшиеся поезды, двигавшиеся с границы с Украины, Республики Украины в город Минск, он не предпринял. Оставался только стоять на перроне. В результате машинистам применялось экстренное торможение. Данного состава избежать столкновения не представилось возможным. Поезд «Новый Алексей» в Каминск в результате столкновения с машиной получил серьезные повреждения тормозной системы и был отбуксирован для ремонта. 16 вагонов с пассажирами, в основном с возвращающимися из отпусков, почти три с половиной часа ждали другой локомотив, чтобы продолжить движение. Житель, управляющий данным транспортным средством, автомобиль он взял у матери и просто решил покататься. Выехал на территорию Бобрусского района, где заблудился. И таким способом он просто решил переехать в другую деревню, чтобы выехать на проезжую часть дороги. Съезд у нас существовал в спироне, не предназначенном для движения транспортных средств, а предназначенном для движения пешеходов. Сегодня по факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГАИ и БелЖД. Водителю Рено за пьяную езду без прав грозит не только штраф более двух с половиной тысяч рублей, но и уголовная ответственность. В этой истории многое будет зависеть от матери нарушителя. Если женщина заявит об угоне, ее сыну грозит тюрьма, а если нет, то крупная сумма ущерба ляжет на хрупкие женские плечи. Аванес Степанян, Константин Шевцов, Бобрус-360.